Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саймон Марданшин и Марго Овсянникова объявили себя парой. «Сбылось моё желание», – пишет Марго, – «теперь у меня есть мой мужчина». Все заметили, как расстроился Иосиф Аганесян от этой новости. Видимо, он тоже надеялся на отношения с Марго. Ходят слухи, что на «Остров любви» отправятся Татьяна Владимировна Африкантова и Ирина Михайловна Донцова. На них руководство Дома-2 возлагает большие надежды по воспитанию новеньких участников. Зрители, правда, не понимают, чему они могут научить. Что может дать молодёжи Африкантова-старшая, которая озабочена грязными сексуальными мыслями? Ирину не слушает даже её дочь и делает всё ей назло. Фил Кострубов рассказал о волшебстве с Лилией Читрару. В прямом эфире журналу «Дом-2» он признался, что изначально не рассматривал Читрару как потенциальную спутницу жизни. Он ни за что не стал бы строить с ней отношения, но за неимением лучшего варианта вынужден был приударить за ней. Андрей Денисов и Оля Жарикова чуть не расстались. Андрей обвинил девушку во флирте с Виталием Малышевым, а также в злоупотреблении виноградным соком. Девушка попросила у него прощения за своё поведение, пригласила Андрея на романтик, а также пообещала больше не пить. Виктор Литвинов и Таня Мусульбес помирились. Виктор предложил девушке выйти за него замуж. Таня согласилась. Алексей Чайчиц и Лиза Триандафелиди полетели в родной город Алексея Минск. Они встретили вместе Новый год, но Алексей пока не хочет знакомить Лизу со своей семьёй. Саша Артёмова интригует подписчиков. Она написала о том, что этот день у неё был самый лучший. Подписчики выдвигают свои предположения. Либо Артёмова беременна, либо Женя Кузин купил джип. Игорь Трегубенко встречает Новый год со своими родителями. Почему-то он не взял с собой Элу Суханову, хотя опровергает слухи о разводе с ней. У Ильи Ябарова и Маши Кахно не получилось вместе встретить Новый год, но они планируют все последующие январские праздники провести вместе. Андрей Черкасов и Кристина Ослина встретили Новый год в Москве. Единственное, что расстроило ребят, это новогодняя ночь без снега. Рустам Солнцев рассказал о тратах на новогодний отдых. Он вместе с другом полетел в Гонконг, а потом на Фиджи. «Я могу позволить себе отдыхать на широкую ногу», – пишет он. «Поэтому поездка обойдётся нам в 1 миллион 200 тысяч». В тематических группах смеются над Женей Феофилактовой. По старым эфирам «Дома-2» все знают о её невысоком росте, о коротких ногах. Но в последнее время девушка научилась это скрывать. Она удлиняет ноги с помощью длинного шлейфа платья, спустив его на ступеньку ниже того места, где заканчиваются её ноги. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!